Сегодня во всем мире отмечают День здоровья. В Чувашии и Катедате приурочили множество спортивных мероприятий. Уже в выходные в физкультурно-оздоровительном комплексе «Спартак» прошли соревнования по волейболу. За награды этого турнира боролись главы районов и городов, депутаты Государственного совета и члены правительства. В республике Дни здоровья теперь будут проводить намного чаще. Соответствующий указ глава региона подписал еще в конце марта. Пользуются ли популярностью спортивные уикенды у жителей районов, узнавал мой коллега Дмитрий Ковалев. Это уже стало хорошей традицией. Когда завершаются многочасовые совещания, чиновники Чувашии меняют строгие костюмы на спортивные. После подписания указа, который призван приобщить каждого второго жителя республики к занятиям физкультурой, главы районов, министры и депутаты должны показать пример всем, насколько это важно – держать себя в форме. Дни здоровья и спорта в республике будут проводить ежемесячно. В каждом районе планы уже расписаны. Для любителей активного отдыха спортивные объекты заработают бесплатно. А в некоторых муниципалитетах почаще планируют проводить массовые соревнования. Население и особенно малые имущие, которые не могут, допустим, регулярно себе позволить заниматься, получать платные услуги. А вот по указу главы Чувашской республики сегодня появилась такая возможность у большего круга любителей спорта. Дни здоровья в республике проходили и до подписания указа. Они принесли ожидаемые плоды. Количество людей, которые постоянно занимаются спортом в районах, увеличилось. Когда здоровительные комплексы работают бесплатно, их залы заполняются до отказа. В некоторых селах жители и сами для себя обустраивают спортивные площадки. В Канадском районе, например, люди, молодежь и пожилые тоже своими силами обустроили, построили хоккейные коробки и занимаются, не тратя на это ни бюджетные средства. Подобные турниры среди чиновников станут такими же традиционными, как и дни здоровья. В этот раз победу одержала команда правительства, за которую играл и глава республики. Чемпионом вручили переходящий кубок. В ближайшее время его попытаются завоевать и другие сборные. До следующего матча есть время, чтобы подготовиться. Митрий Ковалев, Николай Яковлев, Республика.